Всем здравствуйте! Сегодня 3 февраля. Мы продолжаем наш цикл вопросов нашему уважаемому адвокату, воину права, Алму Нурписову. Сегодня у нас в гостях известный алматинский активист, уважаемый нами человек Жазера Демьёва. У неё сегодня день рождения, но несмотря на это она к нам приехала в гости, чтобы задать те вопросы, которые нас интересуют. И у неё есть несколько вопросов, которые она хочет сегодня задать Алму Нурписову. Слово передаю Жазере. Здравствуйте всем! Спасибо большое, Асхат! Спасибо за организацию нашей встречи. И у меня вопрос есть к вам, Аллан, как к адвокату. Скажите, пожалуйста, меня судили за симпатию к ДВК. И до сих пор я не могу понять, с каких пор ДВК стал называться экстремистским. И вообще, что такое экстремизм? Вот объясните нам. Да, я, конечно, здравствуйте всем. Я принимал участие в вашей защите. Для меня тоже было очень много вопросов. И интересно, почему общественное движение ДВК обвели экстремистское. Здесь все ссылались на решение суда, которое было принято в 2018 году. Ну, в этом же решении, как раз вот они здесь и указали, что экстремизм – это у нас организация насильственного изменения конституционного строя, преследующего нарушения суверенитета Республики Казахстан, целостность, неприкосновенность, неотчуждаемость территории, подрыв в национальной безопасности, обороноспособности, насильственный захват власти, насильственное удержание власти, создание руководства и участия в незаконном военно-изированном формировании, организация вооруженного мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни по политическим мотивам. Вот в данной ситуации, для того, чтобы нам понять, что такое экстремизм, я просто хочу привести аналогию, например, с политической и религиозной партией Хизбут-Тахрир. Хизбут-Тахрир, она у нас запрещена в большинстве стран, включая даже Республику Турции. Турция у нас, она близко к мусульманскому государству, практически это мусульманское государство, она даже там запрещена. Но что такое Хизбут-Тахрир и какие ее действия? Цель политической и религиозной партии Хизбут-Тахрир – это завоевание власти. Для этого она ставит задачу увеличить количество последователей, путем активной пропаганды и работы и отделения верующих от неверующих. Вот у них в этой части при этом верующим они внушают определенную борьбу в виде вот такого, как они говорят, джихада, хотя джихада немножко по-другому тратуются в арабском понимании. Ну и последующая у нее цель – это вот эти объединения соединить в одно большое объединение, как государство, как халифат, исключить оттуда все парламентские формы правления, сделать политический строй, построенный на халифате. Поэтому данная организация – она крайняя форма методов борьбы и уничтожения демократических ресурсов, строя, а вот она поэтому и признается экстремистской организацией. Вот в отношении политического движения ДВК я вот хочу немножко понять. ДВК – это у нас не организация, это движение, это у нас не объединение. Вот в решении суда у нас говорят признать экстремистской организацией, а потом они здесь пишут, что это у нас объединение лиц, что вот это объединение, так это у нас объединение или все-таки организация. Теперь в основании, вот я вначале сам читал, что нарушение конституционного строя, целостность государства, захват власти. Здесь они как раз вот пишут заключение эксперта. Это общая направленность текстов определяется как формирование негативного отношения к существующей власти Республики Казахстан, побуждение вступлению в ряды движения ДВК, участие в акциях протеста и смене власти в стране. Смена власти у нас, в принципе, она у нас идет всегда естественным путем. Президент сменился, власть тоже. Они снигают и смене строя, они сами здесь себе противоречат. Теперь, вот смотрите, у нас пятая статья Конституции, он у нас говорит, в Казахстане признается идеологическое политическое многообразие. И когда вас обвинили в том, что вы выразили свое убеждение, привязав его к этому экстремизму, у меня до сих пор одни вопросы. Я до сих пор никак не могу понять, в чем заключается экстремизм. Ибо экстремизм – это крайняя форма борьбы. Оно уже практически переходит и поддерживает уже террористические акты. То есть там ближе идет к агрессии? Да, абсолютно верно. Но у нас в руках только синие шарики были? Здесь видите, смотрите, синие шарики, которые выиграли, негативное отношение к существующей власти в республике Казахстан. Но негативное отношение – это же у нас есть оценка, это критика. В любой стране, если нет здоровой оппозиции, то устройство обречено на умирание, на вымирание. Оно становится таким деспотичным и таким страшным. Примеры к этому на сегодняшний день у нас очень много. Но она к этому идет. Ну да. К этому идет нынешняя существующая власть, она деспотична. И она действительно сейчас уходит вниз, она умирает, эта власть. У нее нет будущего этой власти, и вот это видно уже. Потому что где нет прогресса, там нет будущего. Для того, чтобы не застыть, нужно двигаться. Оппозиция, она как раз и заставляет определенные структуры двигаться, принимать во внимание какие-то изменяющиеся обстоятельства этого мира. Поэтому то, что вы сейчас задаете вопрос и говорите, я вот до сих пор иногда просто перечитываю ваш приговор, пытаюсь это понять. Для меня до сегодняшнего дня это очень... Мы, если честно, и сами в шоке, потому что если мне не нравится власть, и я ее хочу критиковать, мне не нравится много чего, сразу я становлюсь экстремистом. Получается, да? Да, по их нему, получается. Получается, да. Если мы будем исходить из фактических данных, у вас есть приговор. Почему? Потому что у вас всего лишь было одно выступление на 1 мая, короткое выступление, оно длилось, по-моему, в течение полутора минут. Ну, вы, в принципе, призывали, если не шла кредитная амнистия, да, что там такое было? Поднять зарплаты госслужащим. Я была против строительства атомной станции в Алматинской области. Я просила списания кредитов, и не вижу никакой связи именно с экстремизмом. Ну, вот парадокс как раз в чем заключается. Это говорит именно о чем? Либо, действительно, уже люди у власти не умеют реагировать на свои ошибки, что они начинают так жестко поступать, ломать судьбы людей. Не просто человека, а людей, действительно. Поэтому я вот сравнил как раз в самом начале с Хизбут Ахриром, их цели, задачи и действия к чему. И я сравниваю вас, например, и Оксану, и вот... Ничего общего. Это Гузипову, и вот вас. Абсолютно. Я абсолютно ничего не вижу, какой власти вы хотите свергнуть. А вы мои элементарные вопросы поднимаете. Те жизненные вопросы, которые на сегодняшний день необходимы обществу. Я до сих пор утверждаю, что мы не экстремисты. Теперь, после всего, как нам вынесли приговор, нас как бы вычеркнули из этой жизни. В данный момент у меня сейчас заблокированы... Я не могу получить справки ни в ЦОНИ, ни в БТИ. Я не могу делать операции с нотариусом. И самое главное, банк полностью убрал мои данные. Я имею ипотеку. Я должна сейчас... Хотела бы я попасть в государственную программу по рефинансированию. Мои данные не показывает банк, говорят, у вас блокировка. Как быть? Вот у нас были внесены изменения с этим принятием закона противодействия к экстремизму. Я изначально был против этих изменений. По сути своей, то, что сейчас идут последствия, о которых я тогда еще говорил, после этого приговор это один, а последствия будут еще жестче. То, что сейчас вы ощущаете. Сейчас идет полное нарушение ваших прав гражданских и прав собственности. Вот, кстати, мы сейчас вернемся к этому. И 39-я статья Конституции Республики Казахстан. Раз вас по приговору суда привязали к ДВК, которая имеет типа политический экстремизм, но ничем оно не доказано, политический экстремизм. Вот я еще раз привожу пример с Хизбут-Тахридом, где у них завоевает власть, увеличить количество последователей, разделив их на хороших, нехороших и соединить, создав одно общество, где убрать полностью всю структуру власти, это парламентская, исполнительная власть, это все под одну гребенку, одним человеком, где они хотят решаться. Здесь, в этой системе такого не было показано. В системе, где обвиняют движение ДВК, движение это даже не партия, движение это даже не организация, движение это даже не объединение, это группа лиц, у которых есть какое-то убеждение, они туда приходят. Теперь вас говорят, вас за ваше убеждение осудили, и теперь у нас не допускается ни в какой форме ограничение прав и свобод по политическим мотивам. Вас осудили по политическим мотивам, и они же этим же приговором, и этими же законами сейчас нарушили вашу право собственности, право на собственность, могут иметь частные собственности законно приобретенные имущества. Квартиру вы приобрели законно, теперь вам ограничив доступ к банковской операции, у вас сейчас под вопросом именно как изъятие этой квартиры, банк имеет право изъять. Тем более вы, как по приговору суда, осуждены по политическим мотивам, здесь вот нарушено как раз ваше право на собственность. Да. Как с этим бороться? Как с этим бороться? Надо пытаться донести до депутатов парламента, они там сидят, по-моему вообще не слышат, я так понял, население, общество, чтобы были пересмотрены эти вопросы. Раз был принят этот закон, почему Конституционный Совет не рассмотрел вот эти изменения, где ограничиваются права по экстремистским деятельностям, ведь они-то нарушают именно ваше Конституционное право. Конечно. Это грубейшее нарушение ваших прав. Что я могу сейчас сказать? Ну, обратно, только критика к власти. Я в последний день, до того, как перевели Кудибаева, я успела ему написать заявление с просьбой, на каком основании мне заблокировали карточку. И что интересно, он меня отписал в миграционную полицию. То есть ответ я буду ждать от миграционной полиции, хотя я гражданка Казахстана. Да, конечно. Это говорит именно, возможно, о невнимательности или непонимании сути вопроса того ответственного лица, который перенаправил его в организацию, именно связанную с миграцией населения. Вы-то не миграцией населения, вы здесь постоянно проживаете. Ну, я считаю, что это просто бумагопачкание. Ничего не добьемся. Мне кажется, единственное вот то, что мы можем сделать, это кущепартия, выходить все на улицы. Я считаю, что ничего больше не... Ну, в общем, вам надо имена поменять. Хочу, если резюмировать сегодняшние вопросы, могу сказать следующее, что с сегодняшнего дня, каждый день я выхожу на территорию нашего городского акимата с требованием мирного собрания. Мирное собрание имеется в виду, что мы законным образом получили это разрешение. Нам сказали парк Ганди, пожалуйста, мы парк Ганди указали, время указали, количество людей указали. Мы, короче, все, что от нас требовало, мы все данные указали. Вот теперь мы будем добиваться, чтобы мы это разрешение получили, и будем добиваться также того, чтобы туда приходили те люди, которые должны нам ответить на те вопросы, которые нас интересуют. Вот именно что касается внутренняя политика, это вот как раз, я думаю, касается этого. И вот если туда придет сотрудник акимата, желательно рангом повыше, чтобы мы там в режиме онлайн могли задать эти вопросы и получить на эти вопросы реальные ответы. То есть мы требуем диалога власти с народом? Да. Раз они нам запрещают участвовать на митингах, которые призывает нас, Мухтар Аблязов, через соцсети, раз они нам говорят, если вы туда идете, значит, вы будете причислены к экстремизму. Мы как бы сейчас, мы не будем отказываться от участия в митингах, которые озвучивает Мухтар Аблязов. Конечно. Мы будем по мере возможности принимать участие на этих митингах. Но при этом между, ну как промежуточной, да, так скажем, вот как промежуточной мы будем пытаться построить диалог. Одно другое не помешает. Да, одно другому не мешает. И будем из этого смотреть, как государственные чиновники идут на этот диалог. Если они не идут, у нас есть полное основание как бы идти уже дальше. Если, говорят, у народа попираются все права, у народа не остается ничего, кроме забастовки или митинга, да? Тем более Тухаев, кажется, обещал, что они будут прислушиваться к народу. Да, вот то, что касается конкретно вашего вопроса, мы постараемся в ближайшее время эти вопросы задать. Мне тоже есть интересные. И непосредственно тем людям, которые должны этим заниматься. Спасибо большое вам за такой обширный ответ. Спасибо. На этом сегодняшний первый цикл, что касается вот именно внутриполитического вопроса, мы закончили, да? Спасибо, Галун. Да, спасибо. Продолжим мы следующий цикл. У нас продолжается 39-я статья. И следующее выступление будет у нас именно по 39-й статье. Продолжение следует...